Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня я расскажу вам о своем первом ноже. Это нож Серки Ти. Купил я его, когда мне было лет 12, а может быть 13. Ну то есть этому ножу практически 15 лет конкретно вот этому ножу. Что интересно, кроме того, что этот нож использовал я, его также использовала моя уже, к сожалению, покойная бабушка. В больницу она его брала, что-то там резала. Ну то есть нож этот был в активном поюзе, так сказать. Сейчас будет заставочка, а потом перейдем к обзору. Как вам, друзья, заставочка просто надоела каждому гламурному нажиману объяснять идеологию моего канала. Просто суть-то в том, что неужели людям правда нужны вот эти вот рафинированные сващавые обзоры, где вот так вот углы эти закругляют, смягчают. Вот мне если не нравится, например, легенда спайдерка Цивиллиан, я ей говорю, что блин, ну это неинтересно, это скучно, это глупо. Ну неужели вы хотите, чтобы я вот эти углы сглаживал, чтобы как куча этих обзорчиков гламурных загонял вам то, что... Ну вот вообще нож клёвый, надо каждому по такому ножу, но при этом сам я такой нож почему-то не покупаю. Ну глупо же, глупо. Ну это я, сами вы знаете, про какое видео говорю, кто мой канал давно смотрит, тот понял о чём. Ладно, ребят, оцените заставочку, жду ваших комментариев. Ну надеюсь, вы хоть поржали. Ножик серки Ти, купил я его практически 15 лет назад, ну и стоил он тогда что-то таких немаленьких денег за нож на тот момент, что-то около 500 рублей, 400 с чем-то. Я уже не помню, где я его брал, но тем не менее, видите тут надпись серки Ти. Вполне возможно, что это какая-то реплика, хотя в принципе почему нет тут? Для того времени всё довольно качественно сделано, весьма-весьма неплохо. Если бы вот сейчас я такой новый нож купил, то он в более лучшем состоянии был бы, это точно. Я тогда вообще ещё не знал ничего, не про стали, ничего, вот просто у меня было увлечение вот ножами какими-то. У меня, я помню, первый нож был бабочка китайская, ну отвратительная, самая такая дешёвая, ну с раскладок с этих китайских. Потом китайская выкидуха, две китайских выкидухи было, одна такая совсем плохая, вторая, ну чуть получше тоже она. Отец её в гараже там использовал машине, она у него валялась, сейчас по-моему она уже тоже где-то разобранная валяется. Ну и вот, получается, четвёртым был такой нож. Я тогда ещё ничего не знал ни про бренды, ни вот эта серки Ти, ни о чём не говорила, ни про стали, ничего. Просто я вот увидел такой вот клёвый ножичек, он, кстати, достаточно лёгкий, 88 грамм, длина клинка при этом 78 миллиметров, длина режущей кромки 72 миллиметра. Ну, как бы я тогда ещё особо в ножах не разбирался, ну и для меня всё, режущая, колющая, любой ножик являлся по умолчанию холодным оружием. То есть, как бы, мне несколько страшно было, если милиция досмотрит. Кстати, в своё время на вокзале меня милиция с этим ножом досматривала, а я тогда был, по-моему, чемпионат мира, то ли чемпионат Европы, матчи нашей сборной, я смотрел, ну и спал мало. И поехал с утра на дачу, и вот меня милиции с этим ножом досмотрели, видимо, мои покрасневшие глаза вызвали подозрения у полицаев. Ну, я тогда уже был такой здоровый, как бы, видно, что спортсмен, но объяснил, что вот футбол смотрел практически всю ночь, и вот пару часов поспал и поехал на дачу. Ну, и вот они досмотрели мою сумку, ножик вот этот вот, никаких вопросов у них, кстати, не вызвал. Ну, тем не менее, закончилось всё нормально, досмотрели и спросили, где живу, фамилию, имя, отчество, где учусь. Ну, в общем-то, что-то в компьютере они посмотрели и отпустили. Ну, ладно, не об этом речь. Тогда я ещё даже и совершеннолетним-то не был, по-моему. Ну, да ладно, речь-то не об этом, речь она же... Ну, то есть, небольшой ножик, ну, как бы, что-то с клинком побольше, ну, уже страшно было с собой носить, якобы вдруг тебя с ножом этим милиция поймает, ещё что-то. Ну, не опытный совершенно был пользователь. Сейчас я, ну, сейчас не ношу уже Тайвань-6, ну, Тайвань-6 вот пару лет назад носил с собой вообще никаких проблем, никаких страхов. Давайте на клинок посмотрим. Видите, тут покрытие, ну, типа обычная краска, ну, скорее всего, она есть обычная краска, угробленная моей заточкой заточкой, к сожалению. Ну, я, может быть, ещё даже переточу, он немного полежит у меня этот нож, а потом, в принципе, может, даже возьмусь за переточку. Но, что интересно, это такой очень резучий ножик получился, тут обух 2 мм, спуски вогнутые, ну, сведение, а сейчас, конечно, оно жирное такое, ну, я помню, по-первых, он волосы брил их даже и бумагу резал вполне неплохо. Это вот у меня с тех времён ещё страсть к резанию бумаги волосы я как-то на руках брить перестал, а вот бумагу резать остро заточенным ножом до сих пор люблю. Ну, и, то есть, вполне такой резучий был клиночек, форма у нас такая щучка, выглядит она достаточно агрессивно, достаточно красиво, на мой взгляд. А порадовал тонкий обух, ну, в принципе, для такой длины клинка обух потолще уже и не нужен, сейчас, по-моему, все ножи даже с такой длиной клинка уже минимум там 3 мм, 2,7 мм, ну, тут вот оптимально вот эта толщина обуха, это совершенно правильное решение. Кстати, даже дулька есть по стали, никакой информации нету, ну, я думаю, АУС-4, может быть, ну, 420-я стали, что-то совсем простое. Ну, в принципе, мне как бы хватало, я не любитель суперстали, даже сейчас бы, в общем-то, хватило. Замочек у нас тут, смотрите, фреймлок, рукоять, ну, металл, соответственно, не пластик это, и тут есть вот такая вот клипса, не переставная, тем не менее, она на винтах. Я даже помню, что носил одно время этот нож на клипсе. Тут, кстати, один винт потерялся, поэтому немного конструкция его сейчас нестабильна, ну, жалко, жалко, есть темлячное отверстие, тут рукоять облегчена, посмотрите. Что интересно, клинок по центру. Я, когда этот нож покупал, я еще ничего не знал об этом, о клинках по центру, о люфтах, просто вот взял ножик, он мне понравился. Фрейм заходит уже, в принципе, на всю пету клинка, тем не менее, фиксирует надежно. Есть люфток, я пробовал подтягивать, ну, и сильно затягиваешь, он уже не стреляет. Интересно, что тут за шайбы. Какие-то черные шайбы, причем, по-моему, одна только шайба. Интересно, интересно. Может быть, вторая просто слишком тонкая. По-моему, есть, да. Не знаю, какие-то черные шайбы. Не разбирал, нет, 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 нет у меня желания. Тут у нас упорная бонка, осевой под торкс. А восьмой, по-моему, восьмой или десятый, по десятый торкс. Тут у нас тоже на торксах. Ну, то есть, ребят, по тому времени нож вполне так сделан неплохо, вполне так даже прогрессивно. Есть настечка такая, тактическая, типа, на обухе. Есть дулька. Клинок вполне такой резучий. Вогнутый из пуских сталь, хоть и неизвестная, но, тем не менее, однорукое открывание. Замочек, фреймлок. То есть, ну, для 15-летнего ножа тут вполне, вполне интересный нож, вполне неплохой. Я не смотрел каталоги, ну, может, кто-то знает, кто-то подскажет, что за модель. Ну, может, это вообще какая-то реплика, может, просто на китайский нож название написали. Вполне может быть. Ну, сделано все неплохо, качественно, тут осевые, вот эти все какие-то, действительно, современные решения. Уже на тот момент они вообще были прям сверх-сверхновые, сверх-современные. Шпинерка, опять же, неплохой, неплохой ножик. Рукоять, ну, вполне, вполне удобный. Хоть и, в принципе, для зимы, наверное, будет холодный. Фреймлок, кстати. Вот, по-моему, шарика для детенда нету, хотя он вполне мог выпасть. В общем, вот такой вот мой первый ножик. Я его какое-то время на кармане таскал, потом он у бабушки остался. Ну, и, собственно, после смерти бабушки я его себе забрал. На память. Вот такой вот ножик. Не помню, что я, как его конкретно издал. Ну, наверное, по каким-то простым там задачам. Яблочко отрезать, упаковочки, там, ниточки, все прочее, прочее. Вот так вот. Ну, в принципе, я помню, что у бабушки лежал. Какое-то, как-то одно время я перестал ножи с собой носить, а потом у меня уже появились ножи Венгер, которые я носил. Ну, это уже совсем другая история. Там уже после армии время было. Ну, как-нибудь расскажу. В общем, вот такой вот ножик, ребят. Всем спасибо за внимание. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. И до свидания.